Здравствуйте! Здравствуйте! В эфире программа «Городская среда». Сегодня вновь поговорим о сегодняшнем дне молдавской столицы. И, конечно, немного помечтаем о том, каким мы хотим увидеть Кишинев в ближайшем будущем. Еще каких-то четверть века назад главный город Советской Молдавии строился по законам градостроения 20 века, когда рост промышленности диктовал зонирование расположения жилых зон, парков, ширину проспектов и так далее. 27 лет своей государственности мы потратили на удушение той самой промышленности, которая, по сути, являлась градообразующей. От того у нас сегодня такой массовый отток. Население из районных центров, там практически не осталось заводов, не осталось в стороне от этих процессов и столицы. Но, как известно, природа не терпит суеты. Городообразующими элементами сегодня стали банки, аптеки, церкви и множество торговых объектов. В 21-м столетии эта тенденция, похоже, будет только развиваться. О сегодняшнем дне Кишинева, о том, может ли он стать городом мечты, с чем сегодня сталкиваются кишиневцы, поговорим с нашим гостем, муниципальным советником от партии социалистов Александром Одинцовым. Здравствуйте. Здравствуйте. Начнем с мечты. Предлагаю сразу так вот заинтриговать зрителя. Вы принимали участие в работе разных урбанистических форумов. Исходя из опыта общения с коллегами, общения с теми, кто диктует градостроительную моду, кто планирует, как должны и могут развиваться города. Вот по вашему, по какому пути следовало бы развивать Кишинев? Вот город, ну, например, там, город-корпорация, индустриальный город, сколковый или, там, не знаю, силиконовая долина, или экологический город. Вот что, в принципе, какая модель, на ваш взгляд, наиболее приемлема для сегодняшнего Кишинева, но и для того, чтобы он, в общем-то, сохранил, сохранив свой облик, ну, в перспективе мог стать городом 21 века, хотя бы к концу 21 века, если не в середине. Знаете, однозначно сложно ответить, но я бы, наверное, сказал так. В первую очередь, город Кишинев должен стать городом для человека. Потому что в настоящий момент у нас, к сожалению, город для торговых комплексов, для автомобилей, для непонятных уродских автозаправок. Для автомобилей, мне тоже, кажется, громко сказано. У нас такие, в общем-то, ужасные автомобильные театрии. Это у нас почему-то преимущество, вот эти попытки внедрения парковок, преимущество дается автомобилей во всем мире. И все урбанистические форумы мира, и наши посещения московских урбанистических форумов, и этого года, и прошлого, и позапрошлых годов, покажут мировая тенденция, идет следующим образом. Сначала город должен предоставлять приоритет, преимущество пешеходу, человеку. Для того, чтобы человеку было приятно прогуливаться по своему городу, он должен иметь возможность беспрепятственно путешествовать по всему городу. Дальше ты велосипедист, на велосипеде должна быть возможность проехать по всему городу. И следующее, это уже преимущество дается автотранспорту, личному автотранспорту. Когда дается преимущество человеку, это значит развитый общественный транспорт, который быстро, комфортно и безопасно ходит, где стоят кондиционеры летом и отопление зимой. Это значит снижение количества автомобилей на дорогах, в связи с тем, что нет необходимости использовать личный автомобиль, когда можно воспользоваться быстро, качественно и удобно общественным транспортом. Это значит развитие зеленых зон, это значит развитие пешеходных зон, тротуаров, где можно также разместить какие-либо терраски, кафе, выставочные, уличные комплексы, продажа картин, каких-то изобразительных искусств и так далее. И это развитие уличной торговли в хорошем понимании этого смысла слова, не как у нас раньше, если помните, на армянской стояли женщины с вещами или продавали из-под полы брынзу или какую-то самодельную колбасу. А продажа изделий, изделий искусства, продажа творческих каких-то, то, что сделано собственными руками, это позволит привлечь туристов. И когда общественный транспорт удобно ходит, когда тротуары свободны, это больше пространства, больше зелени, тогда город удобен, комфортен, и тогда этот город, а задача городов, вот одна из последних, вот последний Московский урбанистический форум, задача городов конкурировать между собой за талантливых людей. Почему? Потому что талантливый человек, он может производить продукты, зарабатывать деньги, соответственно, уплачивать налоги. Он может сидеть в Таиланде, в Нью-Йорке, в Сингапуре и так далее, и производить программное обеспечение стоимостью миллионов долларов. Эти налоги могут быть уплачиваны у нас в Республике Молдова, если мы создадим такие условия. Кроме того, есть учителя, есть пенсионеры обеспеченные, которые хотели бы прожить старость, которые уже имеют капитал, и они готовы были бы вложить, допустим, приобрести здесь домовладение, либо квартиру, состариться здесь, скажем так. И есть много стран, где богатые люди предпочитают на старость лету уезжать туда, потому что там развитая инфраструктура, там красиво жить, там экологически жить. Вот если бы Кишинев попытался конкурировать, ну, как минимум, мы должны конкурировать с Ясами, Черновцами, ну, возможно, Одессой и другими городами нашего региона. Выход к морю не хватает, но Одесса – это и спорт, и пляжи. У нас есть небольшой джержилетский пункт. Ну, у Одессы свое преимущество, но у нас другое свое преимущество есть. У нас другой ландшафт, у нас другая культура, у нас другие свои особенности, которые мы можем также использовать. Но это нужно грамотно делать, а не как получалось до сих пор, к сожалению. Вот насчет грамотно делать. Я обратил внимание, что, ну, самыми такими значимыми проектами столичной мэрии чиновники вот отчитываются, любят отчитываться по этим проектам. Это ремонт улиц. Так или иначе, вот мы отремонтировали такую вот жизненно важную магистраль. Там, я помню, как свое очень давнее еще время, ну, относительно давнее время, например, там руководитель предприятия, дорожно-строительного предприятия отрапортовал о том, что, например, улицу Букрешта отремонтирована. И она действительно реально какое-то время, достаточно долго сохраняла свой такой надежный облик, я имею в виду дорожное полотно, пока не стали опять подключаться к коммуникациям. Перерыли, и в итоге есть некоторые сегменты, на которых ездить довольно сложно. Вот что сегодня с этим, вот как обстоят дела, с подходом к этой идее ремонта улиц. Удается ли реально качественно потратить городские средства на то, чтобы, например, отремонтировав раз, там, не знаю, в 10-20 лет тот или иной сегмент улицы или там дорожного покрытия, больше не возвращаться к этому участку? Знаете, когда я задал вопрос одному дорожнику, вот какова самая качественно отремонтированная улица, он сказал, что это Штефан Чалмаре, ну, бывшая улица Ленина, причем в момент, когда должен был сюда приехать Брежнев, если вы помните, это я уже забыл какой год, когда он приезжал, будучи уже генсеком, вот Штефан Чалмаре, ну, бывшая улица Ленина... Я помню, что в 84-м году был юбилей Республики МССР, но не Брежнев приезжал, приезжал кто-то, либо вот Гришин из московского комитета. Не, Брежнев, я забыл года какие, но он был значительно раньше, но вот именно в этот период для приезда Брежнева отремонтировали центральную улицу, тогда бывшая улица Ленина, сейчас Штефан Чалмаре, с тех пор ее более 20 лет, к ней даже не прикасались, настолько качественный ремонт был, потому что генсек СССР приезжает, и не дай Бог, что-то увидит, тем более он был здесь какое-то время, тоже правил, знает, что такое Кишинев, и ему просто глаза не замылил. А, к сожалению, сейчас ремонты проводятся, но вот Кишинев потратил достаточно значительную сумму на ямочные ремонты, и что мы видим? Мы видим... Мы видим желание на лице Кишинесов, желание, чтобы генсек Брежнев еще раз посетил... Да, причем желательно по разным улицам проехался, для того, чтобы отремонтировать эти улицы. Вот я был свидетелем, как ремонтировали улицу ямочно с помощью управления транспорта, Эксдрупа приобретала, брала в аренду у частной фирмы битумной смесью под прессом, впрессовывают в этой ямке, это интересная схема ремонта, потрачена была... Горячую смесь? Горячую смесь, да. Потрачена была куча денег на 31 августа, и сейчас мы видим, что? Мы видим, что 31 августа капитально заменяют у нас сети коммунальные, то есть для чего ремонтировать эту улицу, для чего было тратить деньги. А у Бишара даже попытки, то есть была попытка ямочного ремонта, но это Албишар у нас просто в ужасном состоянии находится, и каждый водитель... В тест для ходовой части. Да, в тест для ходовой части, это здесь можно немцам заказать, вы прокатитесь туда пару раз для того, чтобы определить... Хочется, наверное, порекомендовать всем, кто покупает подержанный или новый автомобиль, сделайте тест по улице, и вы сразу поймете все недостатки. Самое главное, что ремонт улиц делается не там, где нужно. Понятно, что отремонтировать, задача отремонтировать все улицы. Все улицы отремонтировать невозможно, но надо хотя бы отремонтировать, то есть вдуманно отремонтировать улицы, те, которые позволят разгрузить трафик в городе и межрайоны. Ну, это в первую очередь улица Албишара, Табачный круг, Измайловская. Я не говорю о том, что вообще развязки у нас больше 15 лет, 20 лет, у нас нет тут комплексного подхода к строительству транспортных развязок. Просто их никто ничего не делает. Более того, все мосты в аварийном состоянии, мы об этом уже обсуждали у вас на передаче, и их также никто пока не собирает ничего с этими мостами делать. Вот недавно приезжали гости из Питера. Это фирма А плюс С. Это фирма уже российская, но раньше это был филиал немецкой фирмы, которая занимается в области исследования, в области транспортного планирования. Эта фирма, мы в прошлом году, в декабре, приняли концепцию устойчивого транспортного планирования, комплексно-транспортной схемы. Вот эта фирма внедряет вот эту концепцию устойчивого развития, транспортно-комплексная схема, на основе которой вот это исследование, которое будет проведено, Кишиневый проект уже будет планировать отдельные различные развязки, также при помощи этой фирмы А плюс С. А сколько времени займет вот это исследование? Ну, они через 3-4 месяца предложат нам первые варианты, то есть они что говорят? Они говорят, что ребята, ну, к примеру, есть определенные исследования, ну, я говорю сейчас ненаучно, то есть это должны быть четкие цифры, сколько автомобилей приблизительно в час прибывает и так далее. Но это абсолютно понятно, что со Ставчен преимущественно люди едут в город Кишинев работать, учиться, отдыхать за покупками. То есть необходимо развить либо общественный транспорт, либо транспортную сеть таким образом, чтобы жителям Ставчен, жителям Еловен, которые точно так же, водуловод, жители Сынжиры, точно так же могли приехать в Кишинев удобно. Нужно сделать так, чтобы те, кто приезжает в Кишинев, не создавали пробки и проблемы в самом городе. Нужно сделать так, чтобы транзитный транспорт, который едет с юга на север или с севера на юг или с востока на запад и наоборот, не создавал пробки. Вот у нас улицу... Объезжал можно. Да, сделать какую-то объездную или какую-то транспортную артелью, сделать более расширен для того, чтобы транзитный транспорт объезжал город Кишинев. Они эти предложения сделают. После этого мы будем обсуждать на каждой конкретно транспортной развязке, по каждому предложению будем отдельно обсуждать, что дальше делать. И при помощи, естественно, Кишинева проекта уже будет на основании научных данных уже предлагать свои предложения. Ну, я надеюсь, что эти ребята достаточно профессионально подготовлены. Честно говоря, столкнутся или они столкнулись уже с проблемами, которые нам достались в наследство от предыдущего мэрства Дарина Киртака, который, как мне кажется, с детства, и мое личное убеждение почему-то сложилось, наблюдая за его профессиональной деятельностью, что он с детства любил плести макраме. И, в общем-то, ему этого не хватало, и он тут наплел этого макраме на наших авторазвязках. Вместо того, чтобы развязать транспортный узел, у него получилось завязать транспортный узел. Ну, если вы помните, когда в бытность Дарина Киртаки, а я, вот у нас недавно случилось очередное чудо молдавской политики и молдавской юстиции, когда в Европе такое, ну, как страшный сон. Как говорил Андреан Кантов, в Европе это было бы невозможно. Да, в Европе это было бы невозможно, чтобы чиновник, бывший чиновник, который находится под уголовным преследованием, неважно каким и так далее, то, что коррупционная составляющая у него есть, и у него есть куча грехов, это понятно. Во-первых, он был освобожден от судебного преследования, и он может спокойно сейчас покинуть. Во-вторых, он становится председателем либеральной партии. Ну, это верх абсурда молдавской политики, то есть, я не знаю, как тут даже комментируется. Если опять же вспомнить, например, бывшего премьера Филата, он же говорил там о каком-то нескольких сотнях количествах уголовных дел, заведенных племянника Михаила Гимна. Шестьсот уголовных дел, да. Шестьсот уголовных дел, да. Шестьсот уголовных дел, да. Наверное, это и дает возможность получить статус председателя партии. Наверное, перед выборами он стал нужен. Поэтому ему дали возможность опять каким-то образом образоваться, собирать голоса. Но вопрос не в этом. Эти ребята с фирмы А плюс С достаточно профессиональные. Надо сказать, к примеру, они сейчас занимаются транспортной комплексной схемой Баку. Они занимались транспортной схемой и продолжают заниматься комплексной схемой Москвы. И они продолжили мониторинг всей комплексной схемы. Ну, к примеру, у них есть единый центр управления транспортом Москвы. То есть наличие датчиков, счетчиков, количества автомобилей, въезжающих по определенной развязке. Если они видят, что это перегруженная развязка, ну, во-первых, идет информация, у них в основном Яндексом пользуются. Идет информация в Яндексе, и водитель автоматом видит на своих планшетах, телефонах о пробке на этой развязке. Они перенастраются в другую. Во-вторых, идет перенастройка светофоров, а также идет сразу регулировка с помощью полиции, которая у нас, к сожалению, вот недавно мы изредка видим регулировку на дорогах, но остальные меры у нас не принимаются. Это должно быть, это научно. У них на основе научных разработок сделано раз. У них автоматизирована система два, и всегда можно вмешаться для того, чтобы улучшить транспортную составляющую. И вот эти ребята абсолютно профессиональные. Вот они помогают сейчас нам, Кишиневу, реализовать вот эту вот концепцию, которая будет уже утверждена в комплексной транспортной схеме. Надеюсь, что она будет потом реализовываться, а не просто останется на бумаге, как это было при Дарине Киртуаки. Ну, то, что у них в портфолио есть город Баку, это, наверное, действительно, ну, делает им, в общем-то, честь. Потому что не так давно я был в Баку и смог сравнить город, ну, вот, последний раз перед этим, перед этой поездкой я был 10 лет назад. В отношении транспортных развязок, ну, кардинально поменялся город. Город, транспорт, то есть, города живет в несколько этажей. То есть, буквально, есть многоуровневые развязки и пробки, я видел только разве что в их национальный праздник, там, Курбан-Байрам, и то это было вызвано больше любопытством водителей, чем необходимости стоять на дороге. И, ну, я получил удовольствие, передвигаясь по неделю, прожив в Баку, передвигаясь на машине по городу, я, ну, вот, ощутил современный дух Баку. Мы, к сожалению, далеко от Баку и от Москвы, во-первых, как по правильности подхода к развитию города, к нормальному, логичному мышлению, два, ну, и, разумеется, бюджету, три, у них доходы от нефти, на Баку, насколько я понимаю, больше 30 миллиардов. И выход к морю, опять же. И выход к морю, но вопрос не в этом. Вот, мы когда задавали вопрос с этим ребятам, это Александр Бекер и его коллега, забыл, как зовут. Сергей Блокитный. Сергей Блокитный, прошу прощения. Мы задали вопрос, ребят, ну, мы достаточно, как бы, ну, давайте прямо говорить, мы нищий город, у нас мало, 4 миллиарда леев, это для такого города, это очень мизерная сумма бюджета. Вот, что вы можете предложить? Он говорит, вы знаете, мы на основе изученных, полученных данных, статистики, изучения, аналитики и так далее, мы готовы предложить на ваши деньги, к примеру. Если вы богатый город, мы вам предложим трехуровневую развязку и так далее. Монорельсы и метро подземная. Да, монорельсы и метро. Если вы бедный город, ну, значит, какие-то дополнительные просто полоса движения или дополнительный светофор, то есть хотя бы немножко улучшить ситуацию. Для того, чтобы жителю было понятно, это делается не просто с головы, а давайте сделаем вот так. Это рисуется на основе программного обеспечения, рисуется вот этот транспортный узел и, грубо говоря, мы входим как симулятор игры, вот у нас есть различные игры, вот как симулятор и запускается интенсивное движение. И вот благодаря вот этому интенсивному движению алгоритму этой программы, эта программа входит, по-моему, в пятерку передовых мировых программ по транспортному планированию, которые рассчитывают пропускную способность. Вот если так построят транспортный узел, то будет пропускная способность перекрестка, допустим, 500 автомобилей час. А если мы добавим еще один узел или дополнительный светофор, или уберем светофор, или сделаем дополнительный радиальный разворот, то это позволит транспортному потоку 700 автомобилей в час приблизительно. И они нам скажут, ребята, вот выбирайте, на какие деньги есть, что вы можете сделать. А табачку, мы обращали внимание на табачную развязку, конечно, надо будет отдельно подсчитывать, вот каждый транспортный узел будет отдельно, вот таким образом, научно подсчитывать. И уже задача той администрации, которой, я надеюсь, что будет все-таки разумная администрация в следующем году, у нас в следующем году и местные выборы, кроме парламентов, будут заниматься уже конкретной реализацией транспортных развязок, для того, чтобы городу было удобно и комфортно развиваться. Для того, чтобы эти кровеносные сосуды, наконец-то, раскрылись от этого шлака либерального, который до сих пор был. И, к сожалению, есть, благодаря тому, что вот они даже на последнем заседании принимают огромное количество этих пузов, зональных изменений. То есть, позволяют разместить огромные комплексы, которые изначально создают, ухудшают и из того плохую транспортную ситуацию. Можно было бы запретить изменение пузов? Вообще, мы так часто произносим эту аббревиатуру пузы. У нас сейчас вопрос стоит о актуализации генерального плана, перед этим и актуализация комплексной транспортной схемы. И мы предлагали нашим коллегам в муниципальном совете, ребят, давайте мы ведем временный мораторий на изменение зональных планов. Вот смотрите, для того, чтобы жителям было четко понятно. Вот на Малой Малине, вот недавно было объявлено о том, что МВД провело, Министерство внутренних дел провело тендер. И вместо части, это 7 гектаров, на улице Тестимецану, Короленко упирается прямо в эту часть. Будет построено 3000 квартир, из которых, я не помню, по-моему, около 200 квартир будет предоставлено полицейским. То есть, это вот такой тендер был. Я, как сын майора полицейского, майора уголовного розыска, я понимаю необходимости. Мы же долго в малогабаритной квартире, под конец развала Советского Союза, получили трехкомнатную хрущевку, в которой до сих пор я проживаю. То есть, необходимо полицейским предоставлять какие-то социальные гарантии, льготы для того, чтобы у них был стимул работы. Это все понятно, ребят, но это нужно делать так, чтобы не ухудшать жизнь этим же полицейским. Разместив 3000 квартир на этих 7 гектарах на Тестимецану и не построив соединение по генплану, по старой комплексной транспортной схеме, мы должны соединить улицу Индепенденции, вот кто знает Малую Малину, дальше идет улица, такая небольшая улица Тудор-Стрижка. И вот, и мы должны соединиться с улицей Тестимецану и Короленко. Вот должно быть соединение, такой сквозной проход. Пусть будет ниже этого комплекса, пусть будет в этом комплексе. Но это должно быть сделано. Это от соединения должно быть, скажем так, чуть-чуть выше РКБ, есть кардиологический центр. Вот впритык к кардиологическому центру должно быть соединение улицы Короленко-Студор-Стрижка. Если МВД совместно с Главным управлением архитектуры, соответственно, с нами, муниципи, мы готовы выделить дополнительные деньги, чтобы построить это соединение, если это не будет сделано, Тестимецану просто будет крышка. Вот тут просто постоянный поток будет. Я не раз поднимал перед Главным управлением. Там и сейчас не протолкнуться. Там и сейчас не протолкнуться. Не знаю, дневное, вечернее время, там постоянный транспорт. Но вот сейчас, к сожалению, наши коллеги утвердили изменение зонального плана возле Тойота-центра, 4 гектара земли. Если вы помните, это пресловутый участок. Там тоже воинская часть была. Чуть-чуть выше, там, где строится 15-16-этажных зданий. 15-16-этажных зданий. Это фирма Эльдорадо строит. А ниже есть участок, 4 гектара, который когда-то пронажал труп. Я об этом делал пресс-конференцию. Вот там была мошенническая схема, участок был перепродан. В итоге, в тот момент, когда труп был собственником участка, кто-то подал заявление на изменение зонального плана. И это, кстати, мне не предоставили эти документы. Мы писали заявление в Цена. Цена почему-то не увидела никаких нарушений, что труп подписывает заявление. Все возможно на этом. Это может быть собственник. Кроме Иисуса у нас за деньги еще кто-то воскрес. Так выясняется. Так вот, к сожалению, я не раз тогда перед бывшим главным архитектором, ну, я считаю, этот, скажем так, не очень, мягко говоря, чтобы не выражаться, у вас в эфире главный архитектор, так и перед нынешним главным архитектором, господином Борзаном, поднимал следующий вопрос. Вот хорошо, вот сейчас они поменяли изминзиональный план. Будет там, опять, этот немецкий торговый гигант будет там расположен. Чуть-чуть выше торгового гиганта будет уже строиться 15-16 этажных зданий. Выше Тойота-центра, это улица академика Наталья Георгиев, которая соединяется с тестемицаном, она же узенькая раса. Во-вторых, она плохо обустроена 2. Ребята, а как люди будут ездить? Вот ну вы вообще, вы с ума сошли? Вот по-другому им невозможно назвать. Глоринал у нас с левой стороны построен, так рядом с Глориналом будет, они пытаются сейчас утвердить еще один строительный комплекс, который господин Унтилло, кстати, строит. Он, видимо, в счетной палате заработал много денег и позволяет, есть возможность строить жилищные, огромные жилищные комплексы. Я думаю, это исключительное желание помочь городу. Ну, возможно. Ну, вопрос не в этом. Вопрос, когда я своим коллегам в муниципальном совете говорю, ребята, неужели, поднимая руку за какой-то зональный план, а мы, фракция социалистов, мы за изменение этих зональных планов, мы не голосуем более опытовым, мы подаем в суд на аннулирование этих зональных планов, потому что мы считаем, что наши коллеги ошибаются. А ошибаются почему? Потому что нет транспортового расчета. А когда нет транспортного расчета, это мы превращаем малую малину или другой микрорайон в тупик, полностью транспортный коллапс. Изначально создаем. Это изначально выстрелить себе в ногу или допиться яду, подразумевая необходимость выздороветь. Это же невозможно, нелогично. И вот, к сожалению, тут путь все-таки по этому торговому гиганту немецкому был утвержден. Однако, я ранее писал заявление, главному архитектору, неоднократно к нему обращался, в Кишинев проект писал заявление, вот все-таки этот торговый гигант, плюс рядом строительные фирмы, которые строят жилые комплексы, все-таки улица Наталья Георги, вот благодаря моей настойчивости, она будет расширена. И вот это хоть как-то, может быть, чуть-чуть, но все-таки ослабит вот эту транспортную составляющую, транспортную коллапшу Малой Малини, немножко ослабит. Кроме того, будет построен соединение с улицей Мелестил под Виадуком. К сожалению, это соединение должно выходить на улицу с Тести Митсану, однако, благодаря тому, что когда-то муниципальные советники продали там участки, и там построены частные коттеджи, к сожалению, это соединение невозможно. Также есть и другие комплексы. Знают ли жители, недавно прошли публичное слушание, я, к сожалению, не мог на них участвовать. Бывший завод Виброприбор, понимаете, вот там не нужно промышленность, вместо бывшего завода Виброприбор будет построено огромное количество на 10 гектарах, чуть напротив ЖД вокзала будет построен огромный жилой комплекс. Говорить о том, что в район ЖД вокзала, который сейчас проблематичен с точки зрения транспорта, там будет еще больше проблем. Это абсолютно очевидно. Почему премария идет на поду? Это абсолютно понятно о том, что у нас, к сожалению, премария не имеет своей воли, премария не имеет собственной логики, они лишь обслуживают интересы мафии и мобилярии или вот этих крупных строительных компаний и, к сожалению, подчиняются только им. Вот опыт Московского урбансического форума, а я задавал вице-мэру Лондона вот такой вопрос. Мы задавали другим чиновникам из различных городов точно такой же вопрос. Вот как вы с этим справляетесь? Ответ был относительно гениальным и простым. Вы знаете, задача администрации города быть медиатором между экономическими агентами и жителями. Нужно создать так условие, чтобы и развивался экономический агент, но жители были довольны. Тогда и квартиры экономического агента будут продаваться, но инфраструктура, благодаря тому, что администрация заставит экономического агента эту инфраструктуру сделать, она будет на пользу жителям всем идти. И тогда все будут довольны. И более того, у экономических агентов, которые, скажем так, благосклонны к городу, прислушиваются к мнению жителей, они идут в нахалку, вот как было на Демо 7.3, вот недавно попытка строительства, и, слава богу, это было остановлено, это расследование наше было, все равно выдали авторизацию. Мы пытались аннулировать это решение, тогда будет город развиваться. А у нас город, знаете, как у нас, как высказался один наш коллега, к сожалению, администрация города и муниципальный совет это вечная отдавалка. Вот как ни попросят, они всегда говорят, да, 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 всегда голосуют, да. Мы, фракция социалистов, за такие вопросы не голосуем, потому что надо сначала навести порядок. Насчет вашей характеристики чиновников, хочу сказать, что ничего, мне кажется, бесплатно не бывает, потому что это не благотворительность. Это абсолютно понятно, что бесплатно не бывает. Раздача наших территорий на право на дело. Понимаете, и самая большая беда, вот сегодня вышла статья, что на Украине, или в Украине, как правильно говорить. Смотря с кем разговаривать. Да, смотря с кем разговаривать. На Украине, чтобы никто не обижался, было принято заморозить все строительства в Одессе в связи со скандалом. А там, к сожалению, как и у нас, если у нас нанимают там, кто у нас там, Беркут и другие ЧОПы, так называемые охранные агентства, то там нанимают батальон АЗОВ, там нанимают тех, кто участвовали в боевых действиях для охраны, или тетушек, так называемых, для охраны этих незаконных стрельцев против граждан. Ну, правда, там граждане, я удивляюсь их гражданской активностью, там, скорее всего, тоже, когда видно, что 200 молодых ребят с противного телосложения, ну, вряд ли они похожи на гражданских активистов, скорее всего, похожи на какой-то их заказ. Но суть не в этом. Суть в том, что Генеральная прокуратура потребовала остановить все строительства в Одессе для того, и проверить законы всех строительств. И мне на это, вот я разместил этот, и нам... Просто в ленте у себя, да? В себя в ленте, и мне бывший прокурор города, господин Дьяков, пишет, что это невозможно, в связи с тем, что муниципальные советники совместно с прокуратурой и совместно с судебной системой, к сожалению, вот позволяли строить квартиры по низкой цене, и в этом господин Дьяков прав, потому что он сам, как бывший прокурор, ему, наверное... Он знает, о чем говорит. Он знает, о чем говорит, да, вот как бывший прокурор города, но, к сожалению, вот судебная система, он абсолютно в этом прав. Я не знаю, насколько он глубоко это все знает, и судебная система идет на руку застройщикам. Абсолютно противоречив, вот есть закон, вот принимается абсолютно незаконное решение, и, к сожалению, когда мы пишем в ЦНАФ в Генеральную прокуратуру для того, чтобы разобраться с определенными строительствами, в 99% случаев судебная система и надзорные органы, правоохранительные органы идут на стороне застройщиков. То есть они не находят ничего преступного в том, что исчезли еще очередной гектар земли. Вы понимаете, у города было украдено больше 50 участков. Вот я обратился к одному, я муниципальный советник, пока и ношу статус, обратился к нашему депутату сделать запрос. Почему? Вот на Зеленского мы установили возле дома 30, на улице Трандафирова возле дома 33-2, мы установили площадку, причем площадку, детскую площадку установили на основании плана размещения, который нам дала притура, мы не просто так, а давайте вот тут поставим. Нам притура дала, мы район, где мы предполагали разместить, выбрали на основании подписей, собранных жильцами, и обращение жильцов к нам, и на основании плана разместили. Прибежали сразу два непонятных кадра, которые сказали, ребята, вы знаете, это наш частный участок. Когда стали разбираться, выясняется о том, что это один из тех участков, который был украден у города. По левым аукционам. Вот мы в 2016 году в январе с моим коллегой, господином Филипповым, он сейчас не является муниципальным советником, мы были на Алба Юрия, мне пришлось бороться с охранником, который меня не пускал в офис судебного исполнителя, где должно было проводиться тендер, то есть аукцион по продаже участков. Когда я его борцовским движением, к сожалению, вынужден был вызывали... Нейтрализовать, ну, нейтрализовать, слегка подвинуть, потому что парень немножко... Ну, пришлось сделать, скажем так. Он переоценился, да? Да, он вызвал охрану, мы вызвали полицию, в итоге стали разбираться, и говорю, ну да, может быть, я сделал неправильно, ну, простите, в это время совершалось преступление. Продавалась муниципальная собственность, судебно-исполнительная, которого, кстати, на месте не оказалось. Он оказался почему-то на больничном. А протоколы потом все-таки были подписаны этим числом. Я говорю, ребята, ну, мы же там были, и мы пишем в Цена, и, к сожалению, аресты практически вот из 50 участков, с большей части участков арест снят. И вот я сегодня узнаю, уважаемые жители, что вот напротив бассейна госуниверситета Панхалипа, где заканчивается, начинается улица Измаловская и развилка на Льва Толстого, вот этот треугольничек улицы... Маленький скверик. Маленький скверик, вот там выдали городостроительный сертификат на размещение автозаправки. Вот что ты с ними будешь делать? Буквально через 50 метров стоит заправка. Ну, совершенно верно. То есть там дальше есть на Ведуке есть несколько заправок. Ребят, там же сквер. Возле рынка птички там стоит заправка. Возле рынка птички, и вот там собирается построить автозаправочную станцию. Выше мне говорят о том, что вот я запросил, я еще пока не могу получить. Вот от меня скрывают эту информацию. городостроительный сертификат выше Гаудиамуса, вот выше Круга. Оказывается, тоже очередная заправка возле новостроя. Ребят, вы с ума посходили. Дышите свежим бензином. Вы с ума посходили. Понимаете, мало того, что... И вот генеральная прокуратура, и вот господин Дьяков, вот да, он меня критикует. А почему прокуратура ничего не предпринимает? Ребята, ну а... Абсолютно логично. И когда мы выясняем, выясняется о том, что, к сожалению, ни цена, ни прокуратура ничего не предпринимает, потому что выясняется, что какие-то скрытые интересы. И вот очень важно, это критически важно, для того, чтобы город окончательно не был разрушен, для того, чтобы жители определились и в парламент, и в муниципальный совет, и мэр пришли здоровые силы. Вот что важно критически, потому что бороться с законными методами, с этими застройщиками невозможно практически. Потому что, когда получается решение суда, против решения суда, ты понимаешь, что судья, кроме как взял взятку, по-другому у него аргументов не было, потому что мы ему предлагаем раз, два, три, четыре, двадцать аргументов, что решение о выдаче авторизации, оно незаконно, суд аннулирует, отклоняет наши жалобы, говорит, знаете, авторизация законно. На каких основаниях вы это принимаете? Да, так и хочется сказать, не Париж, там на десять центов подняли цену на бензин, так парижане к сожалению одели жилеты и очень даже, так сказать, ярко себя проявили. Ну, в Париже, я считаю, понимаете, вот такие акции, они не могут быть неорганизованы кем-то. Понятно, что есть, внешний фактор Мишель Макрон наказать. Я присутствовал, когда президент Игорь Дадон давал пресс-конференцию вечером на фоне вновь открытого здания за день до приезда президента Турции Эрдогана, я присутствовал и также дал лайв в свою социальную сеть. И если вы видели количество комментариев у меня под этим постом, мол, надо повторить и так далее, и так далее. То есть, президент за внебюджетные деньги ремонтирует здания, которые эти вандалы, эти варвары, эти уроды, по-другому их не могу называть, разрушили здания и на здания парламента из бюджета была потрачена огромная сумма денег, а на ремонт президентуры не было потрачено бюджетных денег. Мы виноваты, мы плохие. Вот какая логика в этом, ребята? Не ищите логику. Логики здесь нет. Я хочу сказать, все очень сложно, все не так однозначно. Представьте себе, как нам приходится бороться в муниципальном свете. Мы с вами говорили на предыдущей программе, спасибо вам, что приглашаете о социальных программах. Мы не голосуем за земельные вопросы, мы голосуем за социальные программы. Детские площадки, 170 площадок, все практически стоят. Вот сейчас вторая серия, вот 70 спортивных площадок, мы установили 35 фитнес-воркаутов, это турники и брусья. Пришлось мне вспомнить мою былую спортивную форму поджиматься от брусьев. Брусья выдержали? Брусья выдерживают. И я, к сожалению, когда-то я раз 60 отжимался от брусьев, но сейчас 15-15, до 20 не дохожу, к сожалению. Мне в сети мои оппоненты предложили спор, кто больше отожмется. Но постараюсь к лету набрать форму и все-таки вернемся к этому спору. Замечательный муниципальный челлендж был бы такой. Да, было бы интересно. Вот сейчас устанавливаются другие треноспортивные площадки с тренажерами. Мы сейчас начали устанавливать детские скамейки. Вот из инфраструктуры, которая у нас получилась, это 70 дворов были асфальтированы. Не мы, к сожалению, асфальтируем. Не мы проверяем качество этого асфальтированного, но тем не менее многие дворы были асфальтированы. И это из того, что у нас получается делать. Компенсацию. Вот учителя, моя мама, учительница, мы с 1 сентября добились, да, это было решение принято две недели назад, но будет первый расчет зарплаты, и с 1 сентября учителя получат надбавку муниципальную 20% в зарплате. Это, если средняя учительская зарплата 3 400, 3 600, 3 800, в зависимости от ученых, это считайте, там, от 600 до 900, до 1000 лей надбавка 6 тысяч, почти 6 700 человек получат. Плюс, няньки и воспитатели в детских садах, это еще почти 3000 человек. Мы занимаемся только социальными вопросами. Компенсация за снимаемое Компенсация 25%, да, за снимаемое жилье 1000 лей, это молодым семьям, которые не имеют возможности приобрести квартиру, но они не проживают в Кищневе, они получат 1000 лей на аренду квартиры, и мы сняли это условие получения контракта, оно должно быть по-другому оформлено, облегчена эта процедура, компенсации за отопление, компенсация транспортная, это все остается. Что у нас получается еще сделать? Я сейчас добился, к нам неоднократно обращались улицы бывшие Пугачевы, сейчас Пандурилур, ужасно разбитая улица, вот эта улица сейчас внесена в списки капитального ремонта на 2019 год в управление транспортом, вот я добился, чтобы эту улицу включили. Также улица Зелинского, правда, не всю улицу Зелинского, а промежутка между Дечебалом и Дачи, это когда по Дечебал поднимается в сторону лата, поворот направо, ввозе сюда, когда АПО-канал менял канализацию, менял водопроводные трубы, это асфальт, который промежуток, что они меняли, он просел, к сожалению, там как после бомбежки очень сложно проехать. Вот вместе с тротуарами вот эти, и Зелинского, и Пандурилу, они включены в список ремонт, 2019-го. Как раз сегодня там проезжал, проверял ходовую своего автомобиля. Ну вот совершенно верно, вот по этим улицам можно проверять ходовую, по Пандурилу рассталась небольшая маленькая деталь, к сожалению, решить с АПО-каналом, если техническое состояние труб позволяет ремонт, чтобы у нас не получилось так, что отремонтируют, а потом надо будет опять заменять сети АПО-канала. АПО-канал в ближайшее время не должен дать ответ, если сети нуждаются в замене, мы предусмотрим в бюджете 2019-й год сначала замену сетей, а там промежуток относительно небольшой, от улицы Мунчешть до улицы Титулеску или до улицы Сармезитуза, даже, наверное, до бывшего старого, замену этих сетей, и после этого будет капитальный ремонт улицы. То есть жителям Нижней Ботаники надеюсь, что они к концу года или к середине года порадуются новой улицей, но обновленному асфальту. Я, как и все кишиневцы, обратили внимание на то, что происходит сейчас в центральной части города. Появились какие-то рабочие и там закладывают колышки, не знаю, что-то в общем-то. То ли оборудуют очень часто паркоматами, так начали народ шутить, либо это наоборот какие-то ограждения, заборщики. Что это будет? Вот можете какое-то разъяснение, комментарий происходящим? Ну, если вкратце, уважаемые жители, в 2014 году было разработано две концепции, две стратегии. Стратегия развития общественного транспорта и стратегия развития парковок. Стратегия и сейчас нынешний исполняющий обязанности примара, у нас особое отношение к нему, потому что он был не очень законно, скажем так, назначен, но тем не менее он пытается внедрить то, о чем мы давно говорим, и то, что должно было внедряться к Киртуаке еще в 2014 году, но он предпочел не стратегию развития общественного транспорта, он предпочел парковки, потому что на этом он хотел заработать денег. Мы знаем, что 13% к Киртуаке, по-моему, ушло, и 13% ему коллеги Гомрецкому. И уголовное дело не закрыто. Да, и уголовное дело пока не закрыто, но ему разрешили участвовать в выборах, чтобы он... Так вот, должна быть выделена линия, и вот нынешние исполняющие обязанности примаров все-таки пытаются на нескольких улицах ввести выделенную линию для общественного транспорта, и это благое дело, и мы об этом уже третий год говорим о необходимости такого. Для чего? Для того, чтобы транспорт ходил быстро по выделенным линиям, если он будет ходить быстро и качественно, тогда люди будут пересаживаться со своих личных авто на общественный транспорт. Раз, погрузка, то есть пассажиропоток в общественном транспорте увеличится, два, и благодаря нашему проекту электронного билета, то есть снизятся затраты на обслуживание, а мы объединили сейчас и троллейбусный парк, объединили с автобусным парком, создали одно управление общественного транспорта, уменьшатся расходы, уменьшатся расходы, мы сможем закупать, вот мы сейчас должны утвердить сборку 50 новых автобусов, то есть людям будет комфортно пользоваться общественным транспортом, нужно пересаживаться, но для того, чтобы была выделена линия, не должно быть парковок, потому что у нас обязательно кто-то не совсем правильно, скажем так, припаркуется и на полкорпуса будет торчать на дороге, вот для этого сейчас внедряются вот эти вот столбики, это благое дело, но без контроля, без постоянного контролирующего органа, полиции, эвакуации автомобилей, тех, кто неправильно припарковался, потому что я знаю, что наша умеет парковаться даже на столбиках. Ну совершенно, вот смотрите, Пушкина, вот поставили, в принципе, хороший проект, вот нормальный городской проект поставили скамейки на Пушкина, ну и что, и какого толку? Никакого толку, потому что, а, припарковаться негде, не сформированы парковки, для того, чтобы загородить людям парковки, нужно заранее предусмотреть возможность так называемых разгрузочных парковочных зон, вот во всем мире, во всех странах, перед историческим центром, создаются две зоны, вернее, перед въездом в город, то есть, иностранный, иногородний житель, который хочет въехать в город, он спокойно паркует свой автомобиль, платит за парковку, допустим, 20 лей, за эти 20 лей, ему сразу дается билет на общественный транспорт туда и обратно, ему нет необходимости использовать свой личный автомобиль, он в итоге освобождается, то есть, уменьшается нагрузка на транспорт, и вот при въезде в город, к примеру, в центральную часть, к примеру, в районе госуниверситета, в районе мединститута, в районе цирка и в районе памятника Котовского возле ЖД, должна быть разгрузочная парковка для тех, кто собирается въехать в историческую зону центра, тогда точно так же у нас исторический центр разгрузится, почему, потому что есть возможность пользоваться общественным транспортом, который быстро, удобно, по выделенной линии будет ездить и не будет парковок, но люди заранее об этом должны сдать, а не так, они будут ездить, нарезать круги в поисках парковки, искать себе место, в итоге он поставит раком, простите, боком, поставит непонятно, где будет нарушать правила дорожного движения, полиции у нас никогда не дозвонишь, они не на вайбер, они не реагируют, ну толку, что ты на вайбер, все равно машина у него стоит там, эвакуаторов у нас пока нет, регламент в правительстве недавно был одобрен, но пока это не работает, то есть в итоге эта система без нормального контроля и без нормального мониторинга она работать не будет, но это полезная идея, о которой мы говорим уже три года. Спасибо вам за этот разговор, потому что, в общем-то, всегда интересно разобраться в деталях происходящего, понимание того, что происходит сегодня на улице главного города страны, и мне кажется, нам еще не хватает вот такого массового, интенсивного внедрения высоких технологий, когда вот я наблюдал в столицах других государств, когда полицейские подходят видеть нарушение, водителя нет, не так припаркованно, навел планшет, там сразу автоматически уже в интернете выписывается чек на какую-то сумму, и владельца автомобиля дома ждет уведомление о том, что вот, увы, заплати за такую дорогую парковку, и я хочу закончить свою мысль тем, что, наверное, венцом всех этих высоких технологий, всех этих IT-технологий должна быть программа, которая бы называлась бы «Честный чиновник». Знаете, как наводишь планшет на чек, а там зелененьким, «Честный чиновник». Все, можно иметь дело. Это было бы и сделано. Дай Бог, чтобы так было. Недавно гражданский один активист опубликовал ответ полиции. Он, гражданский активист, отправил целую кучу неправильно припаркованных авто вайбер полиции. У полиции есть свой вайбер, где можно отправить нарушителя. И был ответ в том, что, парень, спасибо тебе большое, но штрафовать год уже прошел, мы их штрафовать не можем. А зачем тогда это нужно? Да, ну вот, чтобы... Не работает механизм. Чтобы это было понятно, что это нужно нам с вами, и это должно работать. И, в общем-то, полицейские потому и получают зарплату из наших с вами денег, из денег наших, то есть налогов, которые мы платим, для того, чтобы защитить наше жизненное пространство, сделать его безопасным. Ну да, бог, чтобы так оно было. Но опять, без четкого видения развития как страны, так и города, к сожалению, порядка не будет. А вот четким видением страны должны заниматься те силы, те нормальные, здоровые силы, которые придут к власти. Это, понятно, у нас предвыборный вопрос, предвыборный период. Однако я вот прошу жителей обратить внимание, кто как работал. Нам удалось внедрить в этот муниципальный совет периода 2015-2019, мандат заканчивается в июне, онлайн-трансляции голосования как муниципального совета, так и заседания всех комиссий, и видно, кто как, каким образом голосует. Фракции социалистов голосуют только за социальные проекты, за социальные вопросы, за земельные проекты, пузы и так далее. Мы не голосуем. И вот мы просим жителей обратить на это внимание. Мы за развитие города, за нормальное развитие города. Город должен развиваться для человека, для пешехода и быть зеленым и комфортным, удобным для жизни. Спасибо вам. Ну, чтобы полицейские уже не обижались, и, в общем-то, зная, что вы, сын человека, который, в общем-то, посвятил свою жизнь правоохранительной деятельности, хочу сказать, например, выразить некоторые комплименты. Я наблюдаю за тем, как проходят оперативные заседания при Марии и обратил внимание, что представитель муниципальной полиции ни разу не приходил с докладом, написанным на бумаге. Он все, все цифры, сколько было дорожно-транспортных происшествий, какие были там случаи, не знаю, грабежа, не дай бог, убийства, далее. Все по памяти. В 6 утра принял доклад, запомнил и все это сказал на оперативные заседания. Господин Машук особый профессионал. Я к нему проявляю уважение. Он постоянно участвует в заседаниях. И во всяком случае, когда нам необходима какая-то информация либо получение каких-либо данных от полиции, согласование, либо увеличение вот на праздники у меня поступали жалобы на улице Торндефиллер о непонятных каких-то людях, увеличение патрульных, постовых. Он всегда отзывался оперативно, быстро. Есть профессионалы в полиции. День полиции на телевидении. День полиции 18 ноября. Спасибо вам за этот разговор. С удовольствием будем вас снова ждать в нашей студии. Спасибо большое. Вы смотрели программу «Городская среда». У нас в гостях был муниципальный советник от партии социалистов Александр Одинцов. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. Редактор субтитров А.Семкин, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова